здравствуйте друзья и подписчики моего канала сегодня 13 октября 2019 года на улице неприятная дождливая погода дома комфортно и вчера находясь в меланхолии такой я сказала настя насть надо развеяться давай куда-нибудь на люди выйдем и мы решили с ней поехать в авиапарк на ходынском бульваре погулять что-нибудь купить настя тем более надо было купить куртку зимнюю куртку мы купили замечательно и зашли в один из цветочных отделов там бродя по залу я увидела то о чем я давно собственно мечтала я искала это растение на некоторое время ну даже можно сказать несколько лет около трех лет и я не встречала его многие знают мою любовь к папоротникам и я увидела вот это чудо вот этот красавчик это птерис вот такой красивый папоротник который растет по берегам рек в лесах и скалах сша новой зеландии тасмании японии этот папоротник относится к древнейшим растениям на нашей планете ну и поэтому собственно он является самым неприхотливым уже адаптировался ко всем возможным условиям которые только можно птерис вот этот вот он очень любим цветоводами за свою красоту посмотрите какие у него ваи красивые ваи это листики вот такие вот форме крыла очень красивая с греческого название переводится как ктерон что означает крыло я не могу он прелесть 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 наиболее популярный сорт для выращивания в домашних условиях именно вот этот замечательный сорт который я уже подписала вот здесь вот сейчас я вам скажу как он называется он называется перискритский альболиниата так он называется замечательное растение и сегодня я его буду пересаживать здесь вот на заднем плане стоит вот такая красавица крем боричача вот такая малышка мультифлор к так я ее пока уберу и собственно дилемма как посадить я приведу в пример один из своих папоротников вот я его сейчас обрезала вот таком состоянии он находится так как папоротники вот эти вот домашние они не являются не им не надо формировать крону им достаточно обрезать старые ваи для того чтобы они нарастили новые и был очень аккуратный кустик потому что вот именно вот этот папоротник он разросся но у них небольшие ваи они вырастают до 50 сантиметров так что место много не занимает собственно вот это вот вот этот папоротник у меня был посажен в симбиозе вот с этой вот мультифлоры которая пострадала от трипсов вот у нее видно да они так очень хорошо вместе существуют вот посмотрите корни тут и корни папоротника и вот корни орхидеи там тоже на дне много корней от орхидеи вот видно корни орхидеи то есть им замечательно посажен этот папоротник вместе с этой менькой мультифлоркой вот в такую вот водейку волшебный горшочек в циафлору с добавлением некоторых составляющих вот они у меня в этой посудке живут с 11 марта 18 года то есть почти полтора года замечательно все растет также я сегодня буду и вот этот вот птерис пересаживать я купил для него вот такую вот кругленькую вазочку но так как он очень быстро наращивает корешочки собственно вот эти папоротники домашние да ну скажем домашние потому что они уже одомашненно их надо пересаживать один раз в год но вот тот папоротник я вот полтора года не пересаживала пока трогать я его не буду ему там достаточно хорошо все у него нормально я подумала и решила что я не буду в эту кругленькую посудочку маленькую коротенькую присаживать я пересажу в один из других волшебных горшочков вот у меня есть вот такая вот банка для сыпучих круп и вот такая вот да вот такой волшебный горшочек я наверное посажу для начала наверное вот сейчас определимся я еще даже не примеряла и не не думала но сейчас я определюсь посмотрю брякают по сутки так вот так можно посадить а можно посадить вот так наверное я посажу вот в этот вот побольше сосудик у нас сейчас мы будем его разбирать для посадки у птериса очень нежные ваи и очень нежные корни вот посмотрите сколько здесь новых листиков видите поэтому надо очень аккуратно очень аккуратно пересаживать чтобы не повредить именно вот крону папоротника сейчас я его постараюсь он залитый весь вообще сейчас его аккуратненько достану он у меня сколько тут корешочков и теперь я думаю что я наверное его буду вот так прямо сажать вот так вот целиком да так я и сделаю я не буду разбирать вот чуть-чуть вот здесь вот подсниму сверху потому что корни там все переплелись пусть он уже растет я вижу здесь перлит добавлен в его грунтики вот пошли корешочки наверное все на этом я закончу вот так я его оставлю пока сейчас я вот руки приготовила здесь влажную салфеточку так и мы собственно сейчас начнем пока его оставлю сторонку много времени это не займет и так я беру вот эту будем ее называть стеклянную вазочку беру циафлору крупной фракции насыпаю на дне циафлора влажная таким вот образом так вот этого наверно будет достаточно так теперь я вниз положу мох кстати вот в той посадке тоже мох есть который я вам сейчас показывала но он уже перестал расти от влажность он как там такая типа слой такой кашки но этой кашка как раз вот и питаются и папоротник и орхидеи там замечательно здесь какой-то листь попал листик мы тоже туда можно добавить добавлять в посадку зерновую верхний слой зерновой земли с листиками и палочками но у меня ее нет так вот так теперь сверху я положу еще циафлорки добавлю теперь я добавлю вот это мою киси миси кора мелкой фракции здесь всего есть всякого якобы я уже рассказывал про эту кашку тут и кора и немножечко что у меня здесь что у меня здесь и циафлора мелкая что у меня здесь еще вот здесь я вижу какие-то осколки ракушек вот так вот я сделаю да и опять сверху теперь надо это дело примерить извините если я иногда рукой мотыляю я смотрю сюда вот на посадку мне как бы видно было сейчас я примере вот замечательно вот так вот у меня получилось сейчас я вам покажу вот смотрите что у меня получилось вот видите вот такая вот история и теперь я буду по краям засыпать уже грунтиком так будем потихонечку засыпать аккуратненько так уход уход за парком вот содержащимся скажем так закрытой системе да очень просто во первых так нельзя допускать просушек но и также нельзя допускать переувлажнение почвы чтобы не произошло закисание для этого я по мере просушки я просто подливаю водичку на дно немножечко у меня всегда грунт влажненький получается периодически я его из душа прикрывая грунт рукой просто поливаю чтобы смыть пыльку также папоротники любят опрыскивание но я не опрыскиваю его вот так температура содержания у нас от 20 до 24 градусов с понижением ночной температуры до 16-18 но так как у меня папоротники растут совершенно в разных местах квартиры они очень вообще папоротники вот домашние они очень легко адаптируются условиям вашей квартиры и главное не ставить на прямое солнце они не любят прямого солнце рассеянные рассеянные лучи или вот под досветку как у меня они растут так ну чё получается неплохо неплохо получается так сейчас так подкормка подкормка точно такая же как и орфидея то есть один раз в две недели сильно разбавлены удобрением но я не подкармливаю так часто может вот когда вспомню то и подолью что-нибудь водичку для полива поливать лучше кипяченой водой комнатной температуры просто я наливаю из чайника воду она у меня остывает и вот этой вот водичка я поливаю еще папоротники очень любят когда водичку для полива периодически опять же не часто я я это делаю тоже когда вспомню или добавляю капельку лимонного сока или чуть-чуть прям капельку лимонной кислоты так пересадка ежегодно я уже сказала но опять же надо ориентироваться на состоянии корней папоротника если папоротник он вообще такое умное растение ему если тесно он начинает приподниматься то есть он приподнимается из вот из горшка которым он посажен поэтому понять что его пора пересаживать очень просто на самом деле вот так что классно получается все классно вот это вот земелька которая с которой я его посадила но это не земелька даже такой какой-то грунт влагоемкий это дело потом вымоется со временем потому что я периодически заливаю целиком вазочку и минут на 15-20 потом сливаю и вот когда я сливаю как раз вместе с водичкой которая находится в вазочке выливается вот это вот старый вот этот вот грунт которым он собственно и посажен я просто подсыпаю софлорку взамен вот этого грунта это папоротник этот вид папоротника устойчив к вредителям тоже радует но на него может конечно напасть и щитовка и мучнистый поэтому надо периодически ему делать осмотр то есть осматривать ваи с изнаночной стороны потому что вредители щитовка и червец если не дай бог они появляются они любят селиться на обратно обратной стране ваев ваи так вот так папоротники чем хороши что они хорошо очищают воздух в квартирах запах 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 вот сейчас я его пересаживаю я же все таки тревожу до ваи и поэтому запах характерный для как у всех папоротников листики пахнут ну кому-то он приятен кому-то неприятен мне раньше когда я еще не увлекалась папоротниками мне был запах неприятен не знаю может быть это из детства у меня такое как-то я не очень папоротник признавала но со временем я привыкла практически закончена я хотела его сегодня полить цвета лазером но я этого делать не буду потому что софлора достаточно влажная вот так что дорогие мои я вам рекомендую заводите папоротник в доме опять же вот по примеру мультифлорки которые я вам показывала можно сажать в симбиозе с орхидеей но при этом придется подрезать периодически вае чтобы они не притяняли сильно орхидеи но когда орхидея и папоротник сидят вместе это очень красиво есть другие виды папоротников которые они у них вае маленького размера все очень клёво получилось и быстро ой я как быстро управилась красота но посмотрите что у меня получилось вот такая вот красота я так считаю то есть кора мелкой фракции 10 какая-то ракушка попала и керамзитик попал и в общем здесь кашка кесси месси но основную часть составляет вот мох внизу да все очень даже приятно мне приятно моему глазу приятно я вставляю сюда табличку на которой написано птерис критский альболиниата вот сюда вставляю ему табличечку и отправляю его на полочку под досветку он меня будет расти на одной из полочек под досветкой на верхней полочке потому что чтобы ему он поближе к лампам будет и чтобы ему как бы побыстрее адаптироваться но он как классно весело получилось вот буду за ним наблюдать он очень быстро даст корешочки вот здесь вот они должны появиться около стеночек и я обязательно вам покажу эту красоту на этом я буду заканчивать следующее видео у меня выйдет о посадке вот этой вот малышки мультифлоре крембери чача вот желаю вам всего самого доброго хорошего воскресного настроения здоровья вам и вашим растениям солнца душе и на небе будьте счастливы до свидания всегда ваша бокова наташа